Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Тема нашей сегодняшней программы – рассеянный склероз. И гость в нашей студии – Ренат Равильевич Богданов, главный уништатный специалист Минздрава Московской области, невролог, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте! Добрый день! И Дмитрий Заводовский, сопредседатель попечительского совета МОСОРС, председатель Московского областного отделения МОСОРС, член общественной палаты Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Дмитрий! Добрый день, Мария! Добрый день, уважаемые зрители! Давайте в самом начале нашей программы поговорим об этом заболевании. Что такое рассеянный склероз? Рассеянный склероз. Обычно, если обычному человеку задать вопрос, что такое рассеянный, и когда он слышит слово склероз, то возникает ассоциация с тем, что есть какие-то проблемы. Потому что признак, точнее, название когнитивных нарушений часто в народе ассоциируется со словом склероз. На самом деле, если мы будем переводить вот эти термины, рассеянный буквально переводится множественное поражение, а склероз – это, собственно, очаги повреждения нервной системы, которые обнаруживаются при этом заболевании. То есть, рассеянные очаги повреждения центральной нервной системы. Это заболевание называется рассеянный склероз. Но насколько эти люди, такие пациенты, социально активны? И насколько они выпадают или не выпадают из социума? Так как это заболевание аутоиммунное, то есть, если совсем все упростить, собственная иммунная система начинает разрушать нервную систему. И возникают как раз очаги повреждения, которые приводят к появлению определенных признаков этого заболевания. И вот это заболевание, к сожалению, поражает лица трудоспособного возраста, как принято говорить. То есть, это от 20 до 40 в основном лет. То есть, это достаточно молодые люди? Да, сейчас и у детей обнаруживают иногда случаи развития рассеянного склероза. Ренат Равильевич, какие симптомы должны насторожить человека, его близких? Если мы вспомним причины развития этого заболевания, формирование очажков повреждения нервной системы, то в зависимости от того, где сформировался очаг, те признаки и будут. Наиболее часто это, например, потеря зрения на один глаз, которая возникла вдруг. То есть, человек стал плохо видеть на один глаз, а потом, через какое-то время, это может пройти самостоятельно. Потому что такое заболевание, при котором симптомы могут вначале появляться, а потом исчезать. С чем это связано? С тем, что возникает, грубо говоря, атака иммунной системы на нервную ткань. Формируется отек, нарушается функция этих нейронов. Потом эта воспалительная реакция несколько уходит на нет и спадает по своей активности. И часть симптомов может восстанавливаться. Плюс возникает восстановление, собственно, нервной системы по мере развития процесса. И именно поэтому симптоматика при рассеянном склерозе может меняться в течение какого-то времени. Но из наиболее частых вариантов – это как раз вдруг возникающая потеря зрения на один глаз или снижение зрения на один глаз. Такой человек идёт к окулисту. Если этот специалист не сталкивался с рассеянным склерозом, он скажет о том, что у вас с органом зрения, с глазом всё в порядке. А в других случаях, особенно… Тогда вот в этом конкретном случае, что необходимо сделать пациенту, куда ему нужно обращаться дальше? Если он получает такой ответ. Вначале, конечно же, обратиться к окулисту, а дальше уже к неврологу. Для того, чтобы определиться с возможностью развития и рассеянного склероза, в том числе. Из других симптомов, если очаг сформируется в области управления координацией движения, мы все знаем, что это мужичок, например, то возникнет пошатывание при ходьбе, неустойчивость, может возникать нарушение чувствительности в какой-то области тела, могут возникать нарушения мочи и спускания и так далее. Могут появляться двигательные расстройства. То есть, такое заболевание хамелеон, при котором симптомы возникают, какое-то время держатся, а потом проходят. Много ли таких пациентов в Московской области? Таких пациентов достаточное количество, более 5000 пациентов с рассеянным склерозом, которые, конечно же, требуют помощи. Дмитрий, расскажите о организации, в которой вы тоже являетесь сопредседателем попечительского совета. Что это за организация более подробно? Какие ее функции? Московское общество рассеянного склероза появилось 25 лет назад. Те люди, которые начинали это движение, их сейчас уже просто нет в живых, потому что еще несколько десятилетий назад рассеянный склероз практически не имел того лечения. И ныне существуют препараты, которые продлевают качество жизни пациентов с рассеянным склерозом до уровня популяции. Но не так давно этого не было, и этих людей больше нет. Тем не менее, за 25 лет общество сильно развивалось и развивается до сих пор. Я к нему примкнул около трех лет назад по личным мотивам, скажем так. Главная функция общественной организации пациентской – это, конечно, борьба за права пациентов. Это информирование общественности о существовании данного заболевания. Потому что, Леонид Равильевич правильно сказал, если в Московской области это около 6 тысяч пациентов, то по России мы имеем цифры, приближающиеся к 200. И вот вы правильно заметили в самом начале, да, Мария, даже не зная, затронул самый важный момент. Это сложность диагностирования на начальном этапе этого заболевания. Потому что люди… Но, получается, люди сталкиваются и не понимают, с чем они столкнулись. Более скажу, что не просто люди, а и специалисты. И вы вот сейчас описали совершенно такой типичный случай, да, это ретробульварный неврит, когда пропадает зрение на один глаз. И если окулист в медицинском заведении обладает нужными знаниями, он тут же пошлет к неврологу, да, на МРТ и так далее, чтобы выявить эти очаги. Если он не знает этого, он там будут лечить все, что угодно, но заболевание будет дальше прогрессировать, а время будет упущено. И это одна из задач общественной организации – работать и со специалистами тоже. Конечно, это в тесной связке происходит там с Минздравами, управлениями различными, да, и так далее. Вести вот эту образовательную работу. С какими проблемами еще сталкиваются пациенты, люди с заболеванием, рассеянный склероз? Как правильно упомянули в начале нашей беседы, рассеянный склероз – это практически 100% инвалидизирующее заболевание. То есть рано или поздно человек теряет работоспособность. Просто сейчас препараты, которые существуют, они оттягивают, очень сильно оттягивают этот этап. Мы благодарны науке и фармацевтам за эту работу, но тем не менее этот момент рано или поздно может наступить. С учетом того, что мы говорили с Ренатом Муравильевичем, насколько молоды эти люди, то есть насколько молодое заболевание, то есть если 20-40 лет – это самые трудоспособные люди, граждане. И они выпадают, получается, в самый пик своего развития, они просто выпадают из социума. Да, совершенно верно. Ведь здесь же и экономическая подоплека. Ведь экономистами подсчитано, сколько человек там приносят в экономику страны, работая на должном уровне. И вот мы имеем молодых людей, которым нужно трудиться, рожать детей, и которые поражены вот этим заболеванием. А сколько еще не выявленных этих людей в России, в общем-то, никто и не знает, на самом деле. Общее число пациентов неизвестно. Давайте вот откровенно говорить, да, я как общественная организация имею право такое заявить. И, конечно, вот одна из проблем – это потеря трудоспособности в раннем, в активном возрасте, да, не в раннем, в активном возрасте. И здесь то же самое, нехватка информации о заболевании, о специалистах, куда податься, где узнать, и спросить некого иногда. И, конечно, здесь вот московское общество… Как вы помогаете таким людям? Исходим из проблематики, да, вот ответом… То есть наша деятельность является ответом на проблемы и запросы пациентов. А, естественно, это школа пациентов, которая проводится онлайн, и они уже давно вышли за пределы Москвы, и даже в Московской области мы вещаем на всю Россию. Приглашаем туда ведущих специалистов, которые так или иначе, конечно, находятся в Москве, хотя у нас есть замечательные специалисты и в других городах, да, но их меньше. Но все-таки вот в центре России здесь сосредоточены лучшие специалисты, мы их привлекаем, они могут консультировать пациентов в онлайне. И другие регионы к этому тоже могут подключаться и слушать. Это первый момент, да, это образовательная программа среди пациентов. Второе – это непосредственно мы организовали доступ, опять же, пациентов из других регионов к ведущим специалистам Москвы и Московской области. Каким образом? Ну, современные технологии это спокойно совершенно позволяют сделать, да, на сайте есть специальные рубрики, где люди задают вопросы, и через сайт получают на них ответы. Нельзя соединять напрямую пациента и врача, как бы врач тогда будет только сидеть и вечно отвечать на вопросы, поэтому часть вот этой модерации общество берет на себя. И этот проект стал уже, по сути, международным, потому что туда подсоединяются русскоязычные жители и других стран, и это не касается не только ближнего зарубежья и там стран бывшего союза, это и Израиль, и Штаты, и Бразилия, честно говоря, откуда уже только не пишут. Также есть действующие программы реабилитации, которые ведет общество. Это, на самом деле, очень важный момент, когда действительно сами люди с данным заболеванием вокруг себя объединяют других пациентов и занимаются общим делом. Среди таких проектов можно отметить ипотерапию, да, когда до 30-50 человек объединяются, мы предоставляем им автотранспорт, везем на конюшню в Прохор, он у нас находится, и они вот целый день катаются на лошадях, это очень сильно помогает. Я думаю, Андрей Травидович больше расскажет, насколько важна реабилитация в этом. И профилактики, наверное, да, вообще существуют ли методы профилактики этого заболевания? Методов профилактики этого заболевания, к сожалению, не существует, потому что это некая генетическая все-таки предрасположенность, хотя до сих пор неизвестна причина, почему у каких-то людей развивается это заболевание, а у кого-то нет. То есть, нельзя стопроцентно сказать, что это заболевание передается по наследству? Тоже нельзя сказать. Нельзя так ожидать. То есть, пока ученые ищут ответ на главный вопрос, почему так происходит? Да, совершенно верно. Там есть компоненты возможной вирусной теории, многофакторные воздействия, которые приводят к развитию заболевания, потому что у лиц, проживающих в северных широтах, заболевание развивается чаще, чем в южных широтах, хотя сейчас тоже обнаруживают и рассеянный склероз у лиц как раз южных регионов. То есть, здесь постепенно вот эта структура заболевания меняется. Здесь, скорее, основная стратегия ведения таких пациентов – это ранние выявления, потому что мы с вами говорили, что это аутоиммунное поражение нервной системы. Вначале это может регрессировать, восстанавливаться, но, к сожалению, при ряде форм рассеянного склероза, о чём Дмитрий говорил, вот эти вот повреждения становятся более стабильными с течением времени, и это приводит в дальнейшем к инвалидизации. Сейчас, благодаря современным методам лечения, чем раньше мы начнём воздействовать на этот процесс, тем меньшее количество повреждений нервной системы будет. То есть, мы сможем контролировать и тормозить развитие. Вероятность восстановления той или иной функции будет сохраняться, о чём вы тоже говорили. То есть, зрение может пропасть, но оно может и восстановиться. Да, может восстановиться. То есть, бывают такие случаи. Не самостоятельно, но это первая атака аутоиммунная. Наша задача, чтобы эта атака не повторялась в дальнейшем. Или снизить частоту данной атаки. Потому что вот это повреждение возникает, отёк, потом происходит восстановление. А в ряде случаев это повреждение становится необратимым для части нервных клеток. Потом появляется новый очаг. И вот это повреждающее воздействие, которое накапливается с течением времени, приводит в дальнейшем к ограничению жизнедеятельности человека, скажем так. Какие существуют методы лечения и насколько они доступны для пациентов с рассеянным склерозом? В лечении рассеянного склероза применяются две технологии. Когда возникают эти симптомы, атака иммунной системы на нервную систему, это называется обострением. И в этот момент основная задача доктора – оборвать это обострение. То есть остановить вот это повреждающее воздействие на нервную систему. Здесь используют наиболее мощные лекарственные средства – это гормональные препараты глюкокортикоида. Вот в этой ситуации пациента госпитализируют, вводят глюкокортикоиды внутривенно, останавливают это обострение, это первый этап. Вторая группа лекарственных средств – это профилактика развития этих обострений. Это так называемые препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. То есть фактически это некое такое как раз относительно профилактическое лечение, вторичная профилактика для того, чтобы эти обострения не повторялись. И здесь в зависимости от формы рассеянного склероза существуют различные способы воздействия на иммунную систему, для того, чтобы эти обострения не повторялись. И у нас, к счастью, количество этих лекарственных препаратов и способов воздействия с течением времени по мере развития науки и фармацевтики увеличивается. Негативная часть вот этого аспекта – это то, что лечение, к сожалению, достаточно дорогостоящее. И обычный человек со средним достатком не сможет себе позволить такой терапии. Именно поэтому функцию обеспечения людей такими лекарствами взяло на себя государство. То есть рассеянный склероз… И как сейчас вот функционирует конкретно эта система? И что делать тем пациентам, которые сталкиваются с невозможностью получения данных препаратов? И есть ли такие? Вот существует такое понятие, как 16 высокозатратных нозологий. То есть 16 заболеваний, которые мониторирует государство и обеспечивает вот таких людей лекарствами. То есть основная задача такого пациента, во-первых, появиться в поле зрения невролога, для того, чтобы он попал к специалистам, занимающимся именно данным заболеванием, его поставили в этот регистр федеральный, то есть государственный, федеральный всероссийский регистр пациентов с рассеянным склерозом, выбрали вариант лечения в зависимости от формы рассеянного склероза, потому что разный препарат используется при разных формах рассеянного склероза. И дальше, в дальнейшем, он за счет средств государства будет обеспечиваться этими лекарственными средствами. Есть ли сбой в системе именно в этой, в работе Московской области? Обращаются ли вам с такими проблемами пациенты? Вот здесь хотел бы вообще заострить внимание на большую разницу между общественной организацией, которая представляет интересы людей с рассеянным склерозом, и, например, группы в соцсети, которая, казалось бы, может иметь тысячи участников, но официальная группа общества содержит сотни участников. Но вести диалог с органами государственной власти, с Министерством здравоохранения, со специалистами, если брать Московскую область, то Моники, то, наверное, как-то группа в соцсети не может. Для этого существует, конечно же, общественная организация, потому что мы официальным языком разговариваем с вышеназменными контактами и отстаиваем и добиваемся прав для пациентов. То, что сказал Леонид Равидич, естественно, это совершенно правда. Государство полностью обеспечивает лекарствами пациентов с рассеянным склерозом, но, конечно, бывают какие-то сбои, но тут надо к этому относиться спокойно. Ни один специалист не просыпается с утра с мыслью, как бы Иванову не выдать какой-то препарат. Все зависит от многих факторов. Но все-таки механизм отлажен, и самое главное, что государство компенсирует эти расходы. И есть и общественные организации, которые готовы информировать, и помогать, и сопровождать пациентов, если возникают какие-то проблемы. То есть все открыто, все доступно, везде информация имеется. Общественная организация, она даже не то, что информирует, она прям точечно работает по непосредственному пациенту, у которого возникают проблемы. То есть пациент обращается к нам, а мы имеем уже доступ, которого у него нет напрямую к специалистам. То есть мы его цены отравили, чем я не совру, просто периодически в ручном режиме помогаем определенным, ну, совершенно конкретным пациентам, я не имею права называть фамилиями, отчеством, это касается всей Московской области, и этих людей уже много, я не буду там хвастаться, это наша работа как общественников. И я благодарен просто, когда есть специалисты, которые тут же могут в ручном режиме это решить. У них где-то там что-то затерялось, документы, это, как правило, технического плана ошибки идут. То есть вот где-то что-то пропало. Или вовремя, может быть, что-то не сделали, или в дворчебную комиссию, или еще что-то. Но мы имеем возможность вот в диалоге эти проблемы решать. Дмитрий, в самом начале программы вы сказали, что для вас это была личная история, когда вы столкнулись с этим заболеванием. Вот все-таки как это происходило? Ну, это вопрос очень серьезный. И на самом деле, когда семья узнает о том, что один из ее членов получает такой диагноз, конечно, это первоначально тяжело принять. Принять как пациенту, так и, в общем-то, членам семьи. Да, со мной это произошло. Я просто не буду приходить на персонали. Но здесь главное правильно переработать и получить совершенно четкую информацию о заболевании. Потому что то, чем насыщен интернет, может вызвать шок. И давайте вот так вот совсем буквально разговаривать. Человеку ставят диагноз РС, он лезет в интернет и читает. И первое, что он видит, что через пару лет он будет на инвалидной коляске. Все. Это первая реакция, из чего потом ползают все проблемы. На самом деле, это не так. За три года я вижу людей, которые имеют этот диагноз уже десятилетия. И дай бог им здоровья, ходят своими ножками, работают, выполняют обязанности и так далее. Здесь главное не испугаться. И обращаться к официальным источникам. Наверное, это касается не только этого заболевания, но и других тяжелых. Спокойно. Почитали, взвесили, нашли нужного специалиста, пошли, получили консультацию, еще раз все взвесили. И живем дальше. Отдыхаем, катаемся. Все с собой. Там целая наука у нас. Все разработано. Как возить препараты, какие и так далее. Тем более, что на информационных ресурсах общества достаточно много доступной информации именно о механизмах развития заболевания, о способах лечения, для того, чтобы погрузиться в эту ситуацию. 19 мая стартует неделя РС в России. Да. Расскажите более подробно об этом мероприятии, за что идет полным ходом подготовка. Остались уже считанные дни. Неделя РС родилась 3 года назад. В 2019 году мы провели первую. Московское общество рассеянского левороза провело первую неделю. Откуда это появилось? До этого были какие-то разрозненные мероприятия, которые проводили, допустим, те же фармпроизводители, чтобы привлечь внимание к проблематике. и у нас родилась идея, что мы не должны порознь бороться с этим и работать в этом информационном поле. Отсюда появилась эта идея создать вот эту неделю. Почему неделю? Потому что в один день объять совершенно невозможно. Многие, слишком много хотят принять участие. И вот в первый год мы провели, у нас были флешмобы в Москве, мастер-классы и так далее. Второй год, к сожалению, мы все просидели дома, но мы ее тоже провели в онлайне. И вот этот третий год, мы уже такие все научены. У нас и оффлайн, и онлайн. И у нас Владимир Владимирович Познер будет принимать участие во флешмобе. И господин Полунин посвятил тоже по личным мотивам балет. Премьером будет 25 мая в онлайне, соответственно. Балет тоже будет посвящен людям с рассеянным склерозом. На самом деле их очень много, но вот вы в самом начале сказали, какие проблемы еще у пациентов. Это стеснение. Многие на самом деле скрывают этот диагноз по причине того, что они стесняются, что их будут воспринимать как инвалиды. Поэтому мы на самом деле не догадываемся о тех людях, которые рядом с нами, но являются носителями этого заболевания. И неделя именно об этом. То есть мы этой неделе внушаем людям надежду. Мы заставляем их не стесняться. Мы показываем людей с этим заболеванием, которые принимают участие в мероприятиях. А это, поверьте мне, не только какие-то простые сотрудники и так далее. Это и достаточно известные люди. На этой неделе мы покажем их наконец-то. Это абсолютно трудоспособные. И они показывают своим примером, что нельзя терять надежду. И РС – это не приговор. То есть с этим можно жить? С этим нужно жить. И можно подружиться, да, Ирина Травидович? Можно контролировать это заболевание. То есть мы понимаем, что происходит. Сам патогенез развития заболевания. И благодаря фармацевтике, собственно, у нас есть разные инструменты и ключи для того, чтобы держать рассеянный склероз под контролем. В отличие от той ситуации, которая была лет 10-15 назад, когда наши возможности были резко сужены. Что бы Вы пожелали всем тем, кто только столкнулся с этим заболеванием? Или чьи близкие столкнулись? Здесь в любом случае, о чём Дмитрий говорил, возникает так называемая реакция на болезнь. И часто это не всегда достоверные источники информации, что приводит к такой очевидной депрессивной реакции. Здесь вот в этом случае, конечно же, нужно обратиться к специалисту и получать информацию из тех источников, которые несут достоверную именно информацию. Второй момент – это, конечно же, сообщество пациентов с рассеянным склерозом для того, чтобы видеть другие примеры того, какая существует поддержка и какие способы жизни с данным заболеванием. Потому что действительно на ранних этапах заболевания человек абсолютно дееспособен и каких-то проблем не ощущает. Дмитрий? Ваш рецепт счастья? Мой рецепт счастья? Верить в себя – это для самих пациентов. Но я бы хотел обратиться к семьям. И, в первую очередь, к членам семьи, что, друзья, не оставляйте этих людей. А я знаю, когда расходились молодые пары, когда узнавали, что один из них имеет такое заболевание. С этим заболеванием можно спокойно жить, спокойно рожать. Ничего там нет. Наука не доказана, что это передается по наследству. И примеров сотни, если не тысячи, когда девушки рожают, и все хорошо. И, конечно, поддержка. Не надо прятать это друг от друга внутри семьи, что вот у меня там диагнозы. Я, честно говоря, рассказал. Мы поговорили, посидели. И, в принципе, с этим спокойно живем. Поэтому открытость, вера в себя и любовь. Объединение куда. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.